Уважаемые коллеги, спасибо за представленное приглашение, представлена возможность выступить. В нашем докладе мы коснемся такой темы, как кривовоздействие при операциях по поводу саркома мягких тканей, что является нешироко распространенным методом, так скажем, и используется не во всех клиниках, но тем не менее этот метод доступен, достаточно дешев. Об актуальности проблемы уже было сказано в предыдущих докладах. Хочется отметить только, выделенное красным на слайде, то, что микроскопическую резидуальную опухолевую ткань после стандартного удаления саркома мягких тканей определяют фактически у каждого третьего пациента, а при недостаточном планировании, как правило, это не специализированные центры, более чем в 60% случаев. Соответственно, часть рецидивов саркома мягких тканей, безусловно, обусловлена именно этим показателем. И хирургическое лечение, конечно, остается единственным радикальным методом борьбы с саркомом мягких тканей и часто сопровождается инвалидизацией пациентов. Остановлюсь на этапах развития криохирургии в использовании в ВОНК-ортопедии. Этапы становления, можно даже это назвать, впервые. Первая публикация, представленная в 60-х годах прошлого века, это Марков с авторами, разработал классическую криодеструкцию при опухолях костей и мягких тканей, и она включала заливку жидкого азота в ложе опухоли с целью как раз-таки повышения локального контроля. И этот подход произвел революцию в лечении, в частности, гиганта хлеточных опухолей и костей. В 1995 году Монтес опубликовал результаты наблюдения за пожилыми пациентами с левыми саркомами, получившими только криохирургическое лечение. При этом коллегам удалось добиться полной инволюции обеих опухолей и с эпитализацией пораженных участков. В 1999 году Монтес представил результаты лечения 12 пациентов с саркомами мягких тканей, которым выполнялась криодеструкция с последующим хирургическим удалением опухоли. И криодеструкцию коллегам удалось выполнить у всех пациентов. На слайде представлены те осложнения, которые авторы получили. Они пришли к выводам, что криохирургическое лечение технически безопасно. Хочу оговориться, это первая публикация использования криохирургии в онкортопедии. Хочется сказать, что в литературе нет на сегодняшний день данных высоких уровней доказательности, имея в виду, многоцентровые рандомизированные исследования и метаанализы, именно посвященные криовоздействию в онкортопедии. И публикации в основном представлены, конечно, одноцентровыми исследованиями с небольшими выборками пациентов. В 2007 году коллеги провели ретроспективный анализ 38 пациентов, лечения по 38 пациентов, которым криохирургическое воздействие проводилось в предоперационном режиме. И коллеги оценивали частоту и величину некроза попухолей после удаления. И получили, что более чем у 16 пациентов из 38 некроз опухоли был более чем 95%. Тункали и соавторы показали противопухолевый и противоболевой эффект применения криовоздействия. Им подвергали криовоздействию 27 образований у 22 пациентов. Частоты частичного регресса удалось добиться в 19% случаев, стабилизации в 43% случаев и в 38, что тоже большая цифра образований, было отмечено увеличение. В 2011 году интересные исследования японских коллег, которые в экспериментальном исследовании показали, что криовоздействие имеет некий криомонологический эффект и высказали предположение, что, возможно, в перспективе это можно будет использовать как синергетичный эффект с таргетной терапией. В 2013 году липы и соавторы провели исследование по оценке возможности проведения чрезкожного криовоздействия у пациентов с рецидивами сарком мягких тканей и пришли к выводу, что только у 13 из 48 может быть выполнена чрезкожная криоабляция при условии соблюдения определенных правил. И в 2014 году китайские коллеги опубликовали результаты криохирургического лечения местных рецидивов дерматофибросаркома у 19 больных. Авторы указали на 100% на 5-летнюю выживаемость без прогрессирования заболевания. Те показания, которые на сегодняшний день есть в литературе для кривовоздействия при опухолях мягких тканей – это неодевантное воздействие с целью уменьшения опухолей перед радикальным удалением, это непосредственная предоперационная деструкция с целью повышения областичности, это касается в основном распадающихся сарком, это интероперационное воздействие на край резекции как раз-таки для повышения уровня локального контроля и при сохранении и планировании органосохраняющих функционально выгодных вмешательств. Это палеотивное воздействие на метастатические очаги, это палеотивное воздействие на неоперабельные опухоли как при наличии соматических противопоказаний, так и при нерезектабельности этих опухолей, а также палеотивное воздействие у пациентов, которые категорически отказываются от выполнения хирургического лечения. Если взять рекомендации, то рекомендации НССН и, в общем-то, РУСКО, они очень похожи. И в них кривовоздействие присутствует только в разделе лечения диссеминированных форм саркома мягких тканей. И в НССН еще также отмечают возможность использования данного метода в качестве одевантного лечения хондросаркома низкой степени злокачественности. Перспективным выглядит и публикации последних лет посвящены в основном использованию криохирургических аппаратов на основе аргона, которые позволяют добиваться значительных эффектов и имеют, соответственно, компьютерное управление с возможностью моделирования зоны кривовоздействия и контроля самого процесса кривовоздействия, в первую очередь температурного контроля. Буквально несколько слов о нашем небольшом исследовании, которое по факту являлось частью более широкого исследования, включавшего и другие методы. Но в данном исследовании была группа пациентов, которые подвергались кроме хирургического лечения и кривовоздействию. И вот данный анализ я кратко представлю. На данном слайде представлены критерии включения. В исследовании не включались пациенты с, естественно, саркомами, которые подлежат, в общем-то, на сегодняшний день системной терапии. И это были не метастатические формы сарком, как первичных, так и рецидивных. Цели кривовоздействия, которые мы преследовали в нашем исследовании, это повышение областичности оперативного вмешательства, это антибластика, то есть иллюминация попавших в послеоперационную рану опухолевых клеток, и это уменьшение объема и иссечения здоровых тканей и создание выгодных условий для восстановления функций конечностей и других анатомических структур. Дизайн исследования. Группа, соответственно, основная, которая в данном случае подвергнута анализу, включала 41 пациента, которым выполнялось удаление опухоли с кривовоздействием. Я чуть ниже скажу, там были пациенты с предоперационным и все остальные с интероперационным кривовоздействием. И группа сравнения включала пациентов, которые подвергались только хирургическому лечению. Группы были сопоставимы по возрасту, по гистологическим вариантам опухолей, по гендерному соотношению и по другим параметрам. Статистически достоверных различий не было. Принципы кривовоздействия, которые мы использовали, это продолжительность кривовоздействия на одно поле не менее трех минут. Это при предоперационном воздействии покрытие аппликаторами по возможности всей опухолевой ткани, захватом здоровых тканей. Это максимальное покрытие кривоаппликаторами ложеудаленного макропрепарата, метод олимпийских колец так называемый. Это принцип быстрой заморозки самостоятельного медленного оттаивания. И при R1 и R2 резекциях, об этом чуть ниже также скажу, выполняли трехкратную обработку зоны наличия резидуальной опухолевой ткани. У 16 пациентов выполнялось дополнительное кривовоздействие перед удалением препарата. В данном слайде представлен процент. После операционного исследования гистологического материала в достаточно большом проценте удалось добиться хорошего эффекта в виде некроза опухолевой ткани более 50%, фактически у 93% больных. Интероперационное кривовоздействие было выполнено в том числе с захватом зон магистральных сосудистонервных пучков у 8 пациентов. И осложнений, связанных с воздействием на сосудистую структуру, мы не видели. Однако у всех 8 пациентов, у кого подвергались заморозки нервные стволы, мы отмечали неврологический дефицит в послеоперационном периоде в зоне иннервации, подвергнутых заморозке нервов. Эти неврологические расстройства самостоятельно купировались на фоне консервативной терапии. И это, в общем-то, полностью соответствует данным международных исследований. В частности, такие публикации есть у китайских авторов, посвященные как раз таки неврологическим проблемам после кривовоздействия. В 33 случаях пациентов основных групп отмечено интимное прилежание к костным структурам. И в зону кривовоздействия увлекалась, в том числе и костная ткань. При этом осложнений, таких, как описано в литературе, это патологические переломы, остомиелиты. В нашем исследовании мы с этим не столкнулись. Всем пациентам выполнялась оценка радикальности вмешательства интероперационное. И видно, что в основной группе у нас присутствовали пациенты в большем количестве с R1 резекцией, с микроскопической резидуальной опухолевой ткани. И были даже пациенты с R2 резекциями. Но R2 резекция – это небольшие какие-то участки опухолевой ткани, в основном на сосудистонервных стволах, когда мы не могли расширять зону резекции. После операционного осложнения видно из таблицы, что они абсолютно сопоставимы. Единственное, что добавилось – порезы периферических нервов. Здесь указано в данной группе 4. Еще 4 было из группы с кривовоздействием и использованием эндоваскулярных методик. Но по всем остальным параметрам – по лимфорее, по воспалительно-гнояным осложнениям – эти группы были абсолютно сопоставимы. При анализе именно группы пациентов, которым выполнялось кривовоздействие с хирургическим лечением, мы получили, что соотношение рисков и рецидивов, в частности, в данной группе, снижается в 1,6 раза относительно риск именно локального рецидивирования заболевания при использовании кривовоздействия. Выводы, к которым мы пришли. Кривовоздействие является безопасным и эффективным способом повышения областичности хирургического вмешательства и может быть выполнено пациентам с опухолями, локализующимися практически на любом участке тела. При планировании кривовоздействия следует учитывать величину зоны деструкции. Есть ряд работ, посвященных особенностям кривовоздействия на биологические ткани. И доказано, что зона полного некроза не превышает 2 см, независимо от длительности и температуры, которую мы используем. При этом эту зону можно несколько увеличить, если добиться редукции кровотока в зоне соответственного воздействия. Алгоритм интероперационного кривовоздействия зависит от результатов экспресс-методов морфологической оценки зоны резекции. И сочетание кривовоздействия и хирургического лечения позволяет снизить относительный риск рецидива заболевания в 1,6 раза. Спасибо за внимание. Спасибо, Антон Викторович. Вопросы? Да, Григорий Дэш. Спасибо большое за доклад. Но у меня, наверное, очевидный вопрос. Если в рекомендации криотерапия является показанием только в стадиях распространенных заболеваний, как же Вы привели это исследование, перезиктабельных удалимых опухолях и применили криотерапию? Это фактический эксперимент, и, не знаю, может быть, плохо говорит это в рамках этого форума, но как Вам удалось включить этих больных в это исследование? Как Вы обосновали это? Этический комитет прошли или нет? Да, конечно, этический комитет. У нас присутствует диспансерия свой, и это исследование согласовывалось, проходило все процедуры. И как Вы обосновывали применение криотерапии при резиктабельных сахромах мягких тканей без показаний для этого? Да, существуют показания на применение криотерапии при костных опухолях, при метастазах и так далее. Но не при резиктабельных опухолях мягких тканей, при которых можно и так добиться R0 и проводить дальше комплексное наблюдение. То есть Вы обосновывали, что это новая методика? Мы исходили из того, что это, во-первых, использовалось как дополнительно к лечению стандартному, то бишь хирургическому, и основывались как раз-таки на тех данных, что в операционной ранее, то, что я приводил, в большом проценте случаев выявляются опухолевые клетки даже при выполнении условно-радикального лечения, то, что мы считаем радикальным. Я добавлю, Голи Владимирович, извините, я встряну. Вы говорите об опухолевых клетках, и у вас там одна задача, у вас была элиминация опухолевых клеток. Как себе представлять, если даже вы открыли опухолевые клетки, то есть, грубо скажу, размазывали опухолевые клетки по ранее, они что, будут там имплантироваться? Да никогда. Пожалуйста, Голи Владимирович. Сейчас вы эту методику применяете на потоке? Мы используем эту методику. Я бы не сказал, что на потоке, но в некоторых ситуациях она нам помогает. Спасибо. Пожалуйста. Да. Доктор, слева. Здравствуйте, меня зовут доктор Хуршит, я из Ирака. Я на русском попробую задавать свои вопросы. У меня четыре вопросы касаемо края терапии. То есть, если будет вам непонятно, я могу на английском еще потом вам как бы задавать. Первое, как наши коллеги тоже сказали, я заметил, в прошлом году, конечно, я видел то, что здесь делается края терапия, поэтому я пошел домой и посмотрел литературу. В литературе я не видел, как систематик ревью про края терапия как эксперимент. Большинство случаев, которые вы говорите и которые вы тоже показали, именно это центры, которые сразу начали на людей тестировать. Я могу сказать тестировать, не то, что как бы как бы входить в систему и все остальное, потому что, как мы привыкли, эксперимент, систематик ревью, факты, а потом только мы принимаем на людей. Вот, таким образом я не видел про края терапия именно. И мы здесь не забудем, что мы говорим о жизни людей, у которого, допустим, вот он ждет несколько месяцев, может, несколько дней, вот именно человек вот такой ждет. А мы решаемся на такую методику, которая уже сомнительна. Это первый вопрос. То есть, есть ли систематик ревью об этом он или нет. Первое. Второе. Когда вы выбираете пациента, каким образом вы уговариваете пациента, чтобы он шел на такую методику лечения? Вы скажете ему это испытание? Скажете ему, что это новая методика лечения? Или вообще вы ему не говорите и просто вы сами решаете, что делать по этой методике? Третий вопрос. С таким методикой лечения, в химиотерапии, где находится? Перед, после или вообще не нужно? И четвертый вопрос. Такая вот эта методика лечения, по вашему опыту, к каким Т и Н подходят? То есть размер опухоли или вот лимфозлов. Именно показания, конкретные показания есть для такого лечения или нет? Спасибо. 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 Я постараюсь не запутаться в ответах. Первый вопрос касательно обзоров. Нет в литературе на сегодняшний день обзоров систематических, поэтому все эти публикации в основном в разряде таких экспериментальных исследований. Это факт. Второе. Что касается пациентов, с пациентами это все проговаривается до операции. Объясняется, что дополнительно планируем использовать такой-то метод. Объясняем его особенности и нюансы, детали. Но я не помню ни одного пациента, который бы сказал, что нет, мы категорически против такого исследования. Безусловно, что это в рамках исследования проводится, это все объясняется. Что это не входит в общепринятые стандарты и рекомендации. Третий вопрос. Извиняюсь. Химиотерапия. Касательно химиотерапии. Но у нас в исследование не входили пациенты с метастатическими формами и с теми формами, которые однозначно должны подвергаться химиотерапии. Поэтому у нас в принципе в исследование не вошло больных, которым использовалось химиотерапевтическое лечение как качество дополнительного метода. В исследование мы включали только пациентов с опухолями больше 5 см, потому что при меньших размерах, наверное, смысла нет. И можно добиться радикального иссечения, не используя дополнительные методы. То есть, соответственно, опухоли Т2, вся группа ИН, ИМ у всех пациентов, включенных в исследование, это было ИН0, ИН0. То есть Т2Б глубоко расположенные опухоли больше 5 см без региональных и отдаленных метастазов. Это то, что мы исследовали в своем. Спасибо. У меня тоже вопрос. В рамках того, что говорится здесь, и вы ощущаете, аудитория как бы напряглась. Метод не просто новый, он очень старый и как бы забытый. Есть наука с развитием, а есть наука от бедности. У вас нет условий оперировать, у вас нет условий проводить неодевантную химиотерапию. То есть выдерживаете европейские протоколы. Вот этот самобытный протокол как минимум должен быть юридически защищать вашу клинику и вас как доктор, ваш мундир, халат защищать от вот таких вопросов, которые мы сейчас вам задаем. Юридически вы оформили это дело? То есть вы получили разрешение юридически проводить это, мягко выражаясь, испытание? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это, наверное, года три назад в Италии, в Болонии была конференция, где наши коллеги и китайцы представили свой опыт и крио деструкции неоперабельных распадающихся опухолей. И термобляцию, и ультразвуковые методы воздействия на неоперабельные, огромные опухоли. И это была медицина отчаяния. Это медицина отчаяния и риск хирурга. И в Китае. Там полтора миллиарда населения. В нашем случае, понимаете, вы даже пишете клиники, а не клиники, вы авторов, которых мало кто, я уверен, что никто не знает в этом зале. Ну, поверьте, что ничего не дающие фамилии. Хотя бы клиники надо писать. Поэтому вот первый вопрос к тому, что если юридически вы защищены, и роль Национального онкологического центра Санкт-Петербурга в этих исследованиях. Это уже к руководителю, наверное. К вам. Параллельно. Ну, Мамеджи, могу ответить так, потому что на всякие исследования, которые есть, должно быть решение ученого совета. А ученый совет есть в диспансере? Насколько я знаю, нет. Ученого совета в диспансере нет, но этический комитет есть. Это радо, Антон Викторович, это разные вещи, извините. Это абсолютно разные вещи. Потому что то, что может себе позволить этический комитет, да, но ученый совет за это несет ответственность. Ну, и эксперименты в больницах, это немножко другое. В диспансерах это немножко другое. Я не хочу обижать все люди, хотят заниматься наукой, но, в принципе, молодые особенно, но в рамках надо вот здесь административных ограничений. Потому что кто-то должен был дать на рецензию работу вам, прислать, предположим, Москву и так далее, и так далее. После чего можно начинать этот эксперимент. Ну, вопросы, я думаю, что очевидны, такие немножко ошарашивающие. Есть еще вопросы в аудитории? Пожалуйста, доктор Жиравин. Мальчик Жиравин, если вы позволите, маленький комментарий просто хочу сделать. Мы уже не первый раз слышим в аудитории данные по криодеструкции, мехатканы, сарков в том числе. Это именно питерская школа, и действительно достижения очень большие. Что тут говорить. Но прозвучавшие вопросы, они действительно резонны, потому что иски, которые в сегодняшний день пациенты подъявляют лечебным учреждениям, они просто колоссально растут, как снежный пункт. И мы должны себя, прежде всего, защищать от каких-то неоправданных действий. И даже в том случае, если мы действительно видим эффективность высокую метода, то правовые аспекты, которые на сегодняшний день прозвучали сейчас вопросом, они являются, по сути дела, первостепенными. И у меня даже, наверное, такое предложение или комментарий в отношении нашей восточноевропейской группы. Насколько мы действительно можем ли мы, пользуясь своими правами, пытаться воздействовать на формирование рекомендаций клинических. С учетом того, что мы можем запланировать, в принципе, почему нет, многоцентровое, пусть это будет российское исследование по эффективности криодеструкции. Почему нет? Значит, если мы соблюдем ряд условий, как мне видится, это, во-первых, решим вопрос с аппаратной поддержкой этого метода, чтобы это был, собственно говоря, какой-то унифицированный метод, если это возможно. То есть нужно обсуждать. А с дозиметрическим контролем, по сути дела, да, либо это ультразвук, либо это, допустим, тепловизионный контроль, почему нет. Вот. И после того, когда мы это все обсудим, действительно, и проведем через все согласительные наши и утверждающие вот эти вот этапы, то можно будет запустить, на мой взгляд, многоцентровое клиническое исследование. Спасибо. Ну, это предложение вам можно не отвечать. Спасибо.